Кто бы мог подумать, что капитальный ремонт обернется настоящим кошмаром. Однако именно так и произошло с жительницами квартир по улице Ломоносова и улице Космодемьянской. Хозяйки этих квартир живут в ужасных условиях. Рушащиеся стены, промерзающие зимой комнаты – это только часть проблем. В конце июля хозяйки этих квартир – Любовь Черныш и Марина Гаранина – решили пойти на крайние меры. Они устроили пикет у здания администрации. Правда, не в классическом его понимании. На этот шаг их толкнули бесконечные отписки от разных служб города. Вы знаете, сколько я не пыталась? Зимой в отпуске, весной в отпуске, летом в отпуске. Когда они бывают в отпуске, вообще не знаем. Заместители принимают, да, говорят, мы вас понимаем. Вот как бы если будет застройщик какой-нибудь интересный, да, допустим, вас расселят. Ну а если нет, то ждите. Участников пикета должно было быть больше. Правда, 31 июля жители других домов, которые также решили поддержать идею, попросту не пришли. В следующий раз придем сюда обязательно с плакатами, соберем всех наших соседей, которые также пострадавшие, как и мы. И будем буквально здесь митинговать. Устроим голодовку и прямо вот здесь будем ночевать. Проблемами этих домов заинтересовался и наш телеканал. Мы решили спросить мнение администрации на этот счет. В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма могут быть предоставлены гражданам, признанным малоимущими, в порядке очередность по дате постановки таких граждан на учет. В ней очередное право предоставляется гражданам, чьи помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, или гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Многотетная семья Гараниных ни под одно из этих определений не подходит. Поэтому они стоят в общей очереди на переселение. Администрация не оставляет эту семью без внимания. В 2015 году им выделили участок земли в 750 квадратных метрах в селье Букрино. Данная семья находится в поле зрения администрации. Начиная с 2008 года мы предоставляем им различные меры социальной поддержки, ежегодно материальной помощи, вещевая, благотворительное питание и ряд других мер. С домом на улице Ломоносова дела обстоят точно так же. Основная проблема в том, что в ремонте нуждается именно квартира, а не дом. Поэтому многие ремонтные работы, такие как замена фундамента, ремонт крыши и несущих стен, выполнить попросту невозможно. Если заявитель считает, что квартира, в которой она живет, непригодна для проживания, первое, что она может сделать, это обратиться в межведомственную комиссию с заявлением о признании помещения непригодным для проживания. Этот вопрос будет рассмотрен, и если есть основания, подтверждающие непригодность для проживания, у заявителя появляется право на внеочередное предоставление муниципального жилищного помещения по договору социального найма. Со времени капитального ремонта в квартире Любови Черныш в межведомственную комиссию она больше не обращалась. С тех пор прошло два года. Признания только одной комнаты из четырех непригодной для жизни недостаточно. Чтобы дом признать аварийным, нужно общее заключение эксперта. Такого у жителей дома по улице Ломоносова тоже нет. Пока что участницы тихого пикета записались на прием к мэру города Олегу Булекову. Мы будем следить за развитием событий.